Здравствуйте! Новости города на Ивантеевском телевидении. С вами Екатерина Бондрева. Сегодня в выпуске. Премия добрых дел. Ивантеевцы на подведение итогов проекта «Наше Подмосковье». Более 15 тысяч участников и зрителей. Ивантеевка подводит итоги дня города. Спорт массам. В Олимпе прошел день открытых дверей. Праздник души и добровольчества. Подмосковье наградили победителей губернаторской премии «Наше Подмосковье». 2018 лауреатов, в числе которых и ивантеевцы. Делегацию нашего города на праздники добрых сердец возглавила глава Ивантеевки Елена Ковалева. Городской округ Ивантеевки, который буквально век отгрозил свое 80-летие. Молодцы! Ивантеевка на праздники души и добровольчества. Шесть лет премия губернатора объединяет инициативное Подмосковье. В этом году у нас было подано более 250 заявок. Это рекорд за все время проведения премии «Наше Подмосковье». Чем Ивантеевка может гордиться, да. 27 проектов «Ивантеевцев» в числе лучших. В основном в категории «Инициатива» с наградой в 55 тысяч рублей. Я представляла проект «Неиссякаемый ресурс, ресурс добра». Это от группы инициативных родителей и волонтеров. Проект по спорту – это наш первый исторический забег через весь город, через исторические места. Когда арена построилась, соответственно, у нас появилась идея создать федерацию хоккея города и набрать детишек, чтобы они занимались хоккеем. Всего в этом году подано более 20 тысяч инициатив, в которых задействовано 75 тысяч человек, сопоставимо с населением Ивантеевки. Сегодня награждают победителей первые премии и спецпризы за волонтерство у жителей Раменского района, Балашихи, Одинцова, Долгопрудного, Ленинского района, Красногорска. Премия наша Подмосковья по-настоящему объединила очень неравнодушных, очень заботливых, внимательных людей. Я прежде всего хочу поблагодарить всех вас за ваши добрые дела и за ваше активное участие в жизни Подмосковья и в жизни нашей страны. Я очень ценю это мероприятие. Вы сами видели, что некоторые номинации, хотелось плакать. И про иконы, и про детей, и книжка. Это было действительно потрясающе. Среди наших победителей, среди наших лауреатов тоже есть удивительные, потрясающие проекты. В числе лауреатов и Ивантеевское телевидение. За время премии три проекта сотрудников телекомпании в числе лучших. Конечно, есть чувство благодарности за то, что оценили проект Ивантеевского телевидения. Проект, над которым команда Ивантеевского телевидения работала несколько лет, который на стыке культуры, истории и телевидения. Конечно, меня потряс проект Тани Пыльциной про наш город, про усадьбу, которую она трепетно целый год старалась, делала, не бросает. И сейчас он набирает обороты, становится действительно народным. Это проект информационно-просветительский. Вообще, очень хотелось, чтобы о нашей жемчужине узнали все люди, не только жители Ивантеевки. В честь победителей концерт звезд российской эстрады. Сегодня на сцене Александр Маршал, Наташа Королева, Максим Данаевский. Конечно, радость переполняет. Конечно, огромная благодарность за то, что обратили внимание на эту деятельность. Потому что эти деньги очень нужны людям, и пожилым, и детям. Сразу два проекта из нашего города – «Много нас Ивантеевка» и фестиваль «В будущее без границ» стали лауреатами в самой крупной категории – сообщества и получат на развитие по 300 тысяч рублей. Губернаторская премия – это, во-первых, средство на развитие дальше организации. У нас уже есть планы, куда как раз вот эта сумма нам подойдет. Губернатор обратил внимание на простых жителей, на их запросы. Жители как-то воспряли, стали больше инициатив проявлять. Какие-то новые проекты появляются. Церемония награждения лауреатов премии «Наши Подмосковье» в Авантеевке состоится в ближайшие 2-3 недели. Продолжается реконструкция сквера на центральном проезде. Здесь уже завершились демонтажные работы. В настоящее время в сквере выполняется геодезическая разбивка земельного участка для дальнейшей планировки. Здесь предполагается создание новой дорожно-тропиночной сети, которая учитывает уже существовавшую конфигурацию пешеходных дорожек. Пространство сквера дополнят площадками для спокойного отдыха. Также тут оборудуют современное освещение, установят новую городскую мебель. На замену парку аттракционов придут новые детские площадки. А в восточной части общественного пространства запланирован фонтан. В планах высадка более 60 новых деревьев. Кроме того, на территории появятся инсталляции, отражающие культурную идентичность города. Глава Ивантеевки Елена Ковалева поблагодарила работников культуры, ЖКХ, полиции за проведение Дня города. Гости и жители высоко оценили городской праздник. Итоги Дня города подвели на планерке в администрации. На планерке в администрации подводят итоги Дня города. Более 15 тысяч ивантеевцев, по оценкам полиции, приняли участие в городском празднике. Право-порядок обеспечивали 70 сотрудников полиции, Росгвардии, учебного центра ГИБДД, дружинников. Елена Ковалева поблагодарила всех за активное участие и за работу 1 сентября. И обратила внимание, что расслабляться рано. 9 сентября – выборы губернатора Московской области. Я вас прошу, продумайте еще раз, каждую деталь, каждую мелочь, чтобы этот праздник для нас прошел не менее интересно, не менее значимо, чем состоявшийся День города. Также сегодня анализируют проблемы, заявленные жителями на портал Добродел. Традиционно после лета наблюдается увеличение количества обращений по ремонту дворов и дорог, экологии, образования. Елена Ковалева обращает внимание служб на необходимость своевременной работы по жалобам. В завершении планерки сотрудники администрации поздравляют главу города с прошедшим Днем рождения. Мы желаем вам в первую очередь счастья, счастья в том понимании, как вы его понимаете, как вы его хотите, любви и благополучия. Спасибо большое, дорогие друзья. Очень здорово. Спасибо, спасибо. 9 сентября выбираем губернатора Московской области. Создать условия для всех желающих проголосовать на выборах губернатора Московской области. Такую задачу поставила глава города Елена Ковалева. Для тех, кто по состоянию здоровья не сможет лично прибыть на участок, предусмотрена процедура голосования на дому. Для того, чтобы вы или ваши родные смогли исполнить свой долг, нужно написать заявление в избирательную комиссию. Это можно сделать как в территориальной избирательной комиссии в течение дня. ТИК находится на Первомайской площади в здании администрации, так и на избирательных участках. Они работают ежедневно с 16 до 20 часов. В субботу с 10 до 14 часов. Нужно иметь в виду, что избирательным комиссиям нужно спланировать свои выезды по домам и в больницу. Поэтому подавайте заявки заранее, желательно до дня голосования. А в день выборов 9 сентября заявления для голосования на дому принимаются до 14 часов. Всего в Ивантеевке зарегистрировано 53 тысячи избирателей. Мы на стыке времен. От нас зависит очень-очень многое. Будьте не безразличными, будьте не диванными патриотами, поднимайтесь. И обязательно 9 числа, 9 сентября будьте на выборах. Не думайте, что за вас все решено. Присутствуем на выборах. Вы вносите вклад в историю страны, в историю своего региона. Голосовали наши родители. Я всегда в детстве ходил с ними на выборы. И сейчас, когда я иду на избирательный участок, вместе со мной идет моя семья, мои дети. И для них это праздник. Это шанс участвовать в жизни своей страны и своего региона. Я, Добреньков Николай Николаевич, заведующий неврологическим отделением города Ивантеевки. Пойду сам и призываю всех жителей города Ивантеевки прийти на выборы губернатора Московской области 9 сентября. Не перекладывайте ответственность на других. Делайте выбор сами. Выбирайте свое будущее. Ведь именно вы участвуете в решении судьбы нашего Подмосковья. Я часто слышу такой ответ. Зачем я буду приходить на выборы, все решат без меня. И я все время говорю, если вы не придете, действительно, все будут решать без вас. Поэтому, если вы хотите принимать участие в своей жизни, в жизни своих детей, в жизни своего города, нужно приходить на выборы. И все. Финская фирма вложит более 3 миллиардов рублей в производство в Ивантеевке. Сообщение об этом появилось на сайте Министерства инвестиций и инноваций Московской области. Речь идет о Хухтамаке СНГ, которая специализируется на производстве пищевой упаковки и одноразовой посуде. Заместитель председателя правительства Подмосковья сообщил, что в развитии производства в Ивантеевке компания вложит 3 миллиарда 200 миллионов рублей. Планируется дальнейшее расширение на новом земельном участке в нашем городе в период до 27 года. Планируется построить производственный корпус по изготовлению пищевой упаковки из бумаги, картона, пластика и яичной упаковки, а также складской комплекс. Сегодня завод в Ивантеевке является крупнейшим предприятием компании в Восточной Европе, а также крупнейшим в России и СНГ производителем упаковки для яиц. Объем инвестиций в развитие производства обоих дивизионов уже составил 125 миллионов евро. С 14 сентября в Ивантеевке вводятся ограничения на проезд грузового транспорта массой более 3,5 тонн по региональным автодорогам. Соответствующее распоряжение подписано Министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области на период реконструкции федеральной автодороги М8 Холмогоры. Ограничения на проезд грузового транспорта вводятся через Ивантеевку по четырем участкам региональных автодорог. Это Ярославское шоссе Ивантеевка-Щелково с нулевого километра по шестой километр. М8 Холмогоры санаторий Зеленая роща Ивантеевка с нулевого по восьмой километр. Пушкино-Красноармейск Левково-Ивантеевка также сначала и до шестого километра. М8 Холмогоры и Ивантеевка завод ЖБК с нулевого по третий километр. На автомобильных дорогах будут установлены соответствующие дорожные знаки и информационные щиты с возможными путями объезда. Ограничение будет действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичное ограничение движения на проезд большегрузного транспорта введено на муниципальных автодорогах постановлением главы. 4 сентября в силу вступили новые правила для получения знака «Инвалид» на автомобиль. Продавать желтые наклейки в магазинах больше не будут. В Ивантеевское управление социальной защиты уже обращался ряд граждан с просьбой уточнить, как можно получить новый знак, знак инвалида. Для этого необходимо обратиться в город Пушкино в бюро медико-социальной экспертизы. Для себя необходимо иметь паспорт и справку об инвалидности, а также заполнить заявление. В течение месяца заявление будет обработано и знак выйдут гражданину. Меняются не только правила получения, но и сам знак. Он будет привязан к конкретному человеку, а не к автомобилю. На полях появится индивидуальный код, личные данные, а также номер и серия справки, подтверждающие инвалидность. Знак «Инвалид» позволяет бесплатно парковаться на местах для инвалидов, оборудованных ближе всего к входам в торговые центры и другие места массового пользования. Гордимся историей, движемся вперед. В юбилейный год в Ивантеевке накануне Дня города открылась выставка «Мой родной, любимый городок». В галерее современного искусства представлено 62 картины ивантеевского художника Льва Чемодорова. Это живопись и графика. Значительная часть работ посвящена историческому центру Ивантеевки – усадьбе Ивантеева на детском проезде. Леонид Александрович был коренным ивантеевцем. В нашем городе осуществил много художественно-декоративных проектов. Преподавал в детской художественной школе. Выставка организована его дочерью Ольгой Чемодуровой. В рамках вернисажа состоялась и презентация книги Бориса Решетникова «Лыжин двор», богато иллюстрированная картинами Чемодорова. Выставка продолжит работу до 26 сентября. Как же оно быстротечно, это время. Ведь вот только что мы сейчас видели Леонида Александровича, 9 лет назад. Вот они раз, как мгновение пролетели. И сегодня опять выставка. И сегодня вот в таком большом уже выставочном зале эта выставка открывается и посвящается ему, посвящается его работам. А в общем-то она посвящается Ивантеевке. И еще о мероприятиях Дню города. 27 сентября подведем итоги конкурсов Ивантеевского телевидения. Напомню, что на нашем телеканале и на ресурсах на Ютубе, ВКонтакте и Одноклассниках идет голосование за работы, присланные участниками конкурса видеороликов к юбилею Ивантеевки. А на нашей страничке в Инстаграме завершается информационно-просветительский конкурсный проект 80 вопросов об Ивантеевке. Спасибо всем за участие и активность. Награждение победителей состоится в последний четверг сентября, 27-го. О времени и месте мы сообщим дополнительно. Молодежь провожает лето красиво. Второй за месяц праздник красок состоялся в городском парке. Восточный фестиваль полюбился юным ивантеевцам. В Индии праздник символизирует приход весны и длится 2-3 дня. В России у него нет сезонности и религиозной принадлежности. В древние времена для изготовления красящего порошка использовали высушенные измельченные растения. Сегодня это часто высушенные и размолотые лепешки из теста с добавлением пищевых красителей. Они безвредны для кожи, но следует беречь глаза и нос, а также надевать одежду, с которой не жалко попрощаться. Пообщаться с тренерами и записать ребенка на понравившуюся секцию в спорткомплексе «Олимп» состоялся традиционный день открытых дверей. С 1 сентября комплексная спортивная школа окончательно перешла под ведомство Министерства спорта Московской области. Какие изменения ждут спортсменов и тренеров в нашей рубрике «Спортивная Ивантеевка»? Показательные выступления от секций по гимнастике, дзюдо и самбо, тейквондо, акидо и ушу. В «Олимпе» 201 группа по 16 различным направлениям. В основном спортивные, но есть и танцевальные. В спорткомплексе современное оборудование, позволяющее заниматься и людям с ограниченными возможностями. Все старые секции и группы у нас остались работать, никто никуда не ушел. В этом году планируем открыть новые спортивные классы в восьмой школе. Это спортивный класс по мини-футболу. Развиваемся, все хорошо. С этого года стартуют дополнительные группы по плаванию, обычные и для людей с нарушениями осанки. Открывается и новое направление – шатакан-карате. Оно представляет собой красоту, технику, скорость выполнения упражнений, правильность этих упражнений. Конечно же, дети должны понимать точно, когда нужно это все использовать и как это нужно использовать. Мы неоднократно уже посещаем это мероприятие. Мы впервые его посещали, когда только определялись, куда отдать ребенка. Теперь у меня старший ребенок ходит в спектр на тэквондо, а младшая дочка в клевер-клуб. И сегодня они будут выступать. Всего в спорткомплексе занимаются почти 5,5 тысяч человек. Большая часть из них – дети. Что кардинально поменялось? Во-первых, мы теперь находимся в ведомстве Министерства спорта Московской области. Мы теперь спортивная школа. Работаем мы по федеральным стандартам спортивной подготовки. Что это говорит? О том, что теперь у нас работа, как многие раньше считали, не кружковая. Это секция, это определенная ответственность, это результат, который должны показывать мы. Поэтому теперь по всем отделениям, естественно, будут ставиться определенные задачи. Выполнение разрядов, нормативов, выполнение занимаемости призовых мест. Не только в области, а уже и на центральных, федеральных округах и России. И придет реконструкция стадиона. Мы ждем, не дождемся, когда у нас наконец-то появится новое искусственное поле, новый спортивный зал для единоборств, как мы планируем, чтобы он был. То есть база в ближайшие 2-3 года будет уже такой, где можно будет заниматься, действительно растить настоящих чемпионов. Также тренерский состав планируем пополнять. На данный момент нам приходит один еще тренер по лыжным гонкам. Поэтому, пользуясь случаем, могу предложить нашим родителям запись на лыжные гонки, запись на деление бокса, дзюдо у нас будет производиться с 1 сентября. Поэтому, если есть желающие, 5-й год у нас уже идет работа с девочками по футболу. Мы ведем набор для участия в первенстве Московской области. Тренер кандидатуры тоже подбирается сейчас. Наша задача была в первую очередь при переходе на спортивную подготовку, финансирование. Раньше было почасовое, теперь тренируем одно из станок по дышевое. Наша задача была сохраненность контингента, обеспечить, потому что мы действовали по всем нормативам. Получается, какой-то процент, а это более 100 воспитанников мы могли бы потерять. Работа длилась с июня месяца, практически всех мы сохранили. Единственное, те, кто у нас не сдают контрольные переводные нормативы, но это было и ранее, да, те дети покидают спортивную школу. Сейчас нормативы уже сточились, но здесь задача растить уже настоящих спортсменов, это профессиональный спорт. На этом у меня все новости на сегодня. С вами была Екатерина Бондарева. Всего вам доброго, до свидания. Субтитры подогнал «Симон»!